Всем привет, это Миша и, как обычно, выпуск американских новостей, что у нас за минувшие 7 дней обсуждалось. Ну и понятное дело, что формальный арест Трампа при объявлении ему обвинений это новость номер один. И теперь хотя бы понятно, а в чем конкретно его обвиняют, потому что все, что было до этого, это были спекуляции. Трампа обвиняют в подделке каких-то бизнес-записей своих. Значит, подделка, ну, якобы была сделана с целью скрыть вот этот платеж, который он совершил в отношении Stormy Daniels. Значит, как это все работает? У него в его каких-то, ну, вот отчетах, там, не знаю, налоговой, может быть, информации, да, было записано, что вот эта сумма, по-моему, 160 тысяч, да, это legal expenses, то есть трата на адвоката. И действительно, эти деньги Трамп перечислил адвокату своему по имени Майкл Коин. Значит, с точки зрения следствия, Майкл Коин на самом деле, как бы, хрублей своего кармана заплатил Stormy Daniels, и вот эти деньги, это, как бы, компенсация тех денег, которые Коин заплатил. То есть формально это, как бы, не выплата Майклу Коину, да, реально, вернее, а реально это, как бы, вот та самая плата Stormy Daniels. Значит, само по себе вот такое, скажем так, нарушение, ну, вот, написать не совсем те траты, да, там, в каких-то отчетах, это не преступление с точки зрения законов Нью-Йорка. Это правонарушение. Ну, как бы, за правонарушение тоже можно попасть в тюрьму, в принципе, но, говорю, правонарушение, это, как правило, я не знаю, ну, вот, на красный свет проехать. Это правонарушение, превышение скорости, это правонарушение, там, может быть, еще, как какое-то, там, не знаю, мелкое хулиганство, да. То есть, в принципе, ну, выглядело бы это совсем убого, если бы Трамп предъявляли правонарушение. Но Нью-Йоркский закон говорит, что это становится преступлением полноценным, если эти, как бы, фальсификации, бизнес-записи, да, они были сделаны, чтобы скрыть другое преступление. Вы спросите, ну, а какое преступление совершил Трамп? С точки зрения окружного прокурора Манхэттена, значит, теоретически, вот эта выплата, она могла быть нелегальна с точки зрения федеральной, потому что, как бы, она превышает по своему объему, как бы, максимальный предел, который можно потратить на, как бы, оплату человеку, так сказать, промоушена кандидата, да. То есть, он, будучи Трамп-кандидатом, дал в Сторме Дэниелс эти 160 тысяч, чтобы она молчала, и вот с точки зрения, как бы, прокурора, это можно рассматривать, как, как бы, выплату на поддержку кандидата. При этом, ну, поскольку это федеральное преступление, то обвинения должны были бы предъявлять федеральные власти. Федеральные власти не считают это преступлением, по факту, да, они не преследуют Трампа, но вот прокурор Нью-Йорка решил так. Что касается 34 эпизодов, да, как бы, которые Трампу предъявили, условно говоря, за каждую строчку, там, где-то в какой-нибудь, там, книге учетной или где, ему повесили по, как бы, эпизоду. Вот, то, что я читал, это очень-очень-очень странная, как бы, практика, фактически это одно преступление, если это вообще преступление, да, которое разбили на 34, как бы, обвинения. Вот, ну, и, соответственно, вот эта вот, там, цифра, что, там, Трампу грозит, да, там, скольки, 136, что ли, лет. Ну, это, это, конечно, ну, абсолютная фигня. Вот, на практике, опять же, по всей видимости, обвинения очень-очень-очень притянуты за уши. Так или иначе, даже если, там, Трампа признают виновным и посадят в тюрьму, вот, эти обвинения никак не мешают ему участвовать в президентских выборах и, допустим, победить в них. Потому что, ну, как бы, само по себе совершение преступления, оно не является дисквалификацией. Дисквалификацией может являться лишь, условно говоря, как бы, восстание или что-нибудь такое. Это есть 14-й поправки Конституции. Сделано это было для того, чтобы, как бы, не допустить участников конфедерации, да, тех, кто был на стороне Юга в гражданской войне активно, да, до, как бы, выборных постов, ну, в частности, президентского. Если Трампа признают виновным в том, что он пытался совершить госпереворот, вот, 6 января, например, это, да, это приведет к тому, что он не сможет переизбираться. Либо же другой вариант, сейчас говорят, что, вот, допустим, то, что он, там, говорил, что в Джорджии, чтобы, вот, ему нашли голоса, да, что вот это как-то интерпретировать, опять же, в контексте, там, 6 января, что вот это как-то было попыткой госпереворота. Но, опять же, это очень такой спекулятивный вопрос, даже если, там, кто-то что-то решит, это все, я думаю, будут идти, как бы, в суды и, там, оспариваться. В общем, пока, с точки зрения, как бы, выборов, Трамп в безопасности, я бы так сказал. Но, впрочем, все же, как бы, понимают, что теоретически Трампа могут и не выбрать, даже кандидатом от республиканцев. И вот, появился еще один человек, который будет бороться за роль кандидата от республиканцев, это бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. В Арканзасе он был губернатором два срока, ну, больше дальше у них лимит, соответственно, вот, на недавних выборах в ноябре он не переизбирался. Ему 72 года, до того, как стать губернатором, он, ну, например, работал в администрации Буша-младшего, где занимал такие посты, как начальник DEA, это агентство по борьбе с наркотиками. И потом, когда вот после теракта в 11 сентября был создан департамент внутренней безопасности, Department of Homeland Security, он был одним из его руководителей. До этого он представлял Арканзас в палате представителей США. Сам по себе он, конечно, консервативный кандидат, то есть, будучи губернатором, он, допустим, ну, как бы при его участии был, там, принят закон о том, что если вот это вот решение Ро против Вейда отменяют, да, то, как бы, аборты в Арканзасе автоматически станут незаконны, да. При этом, например, он наложил вето на закон о запрете операции по смене пола для несовершеннолетних. Но, правда, это вето было преодолено парламентом штата Арканзаса. Я лично думаю, что во многом его выдвижение это, может быть, такая попытка стать вице-президентом, потому что понятно, что, ну, если будет Трамп, если будет Десантис, ну, как бы, все остальные кандидаты особых шансов не имеют. Но вот как вице-президент, например, при Десантисе вполне вероятно, потому что, во-первых, он сейчас выставился до Десантиса, да, то есть он не идет, как бы, против Десантиса формально. Во-вторых, он призывал открыто к тому, что вот если против Трампа выдвинуто обвинение, то Трамп должен, как бы, снять свою кандидатуру. Вот, понятно, он себя, как бы, ставит против Трампа. Вот, поэтому я думаю, что во многом вот такой, как бы, человек заслуженный, возрастной, он может стать вице-президентом для президента Десантиса. Теперь о Десантисе. Ну, я думаю, кто смотрит мой канал, в курсе, что мне не очень нравится то, как он воюет с компанией Disney, потому что, ну, когда государство воюет с частной компанией, как-то я лично на стороне частной компании, как правило. Вот, ну и, соответственно, что мы видим, значит, Disney немножечко всех перехитрил. Выяснилось, что ровно в тот день, когда был подписан указ, что вот этот специальный район, который контролировался Disney, теперь переходит под контроль, ну, фактически, штата. Вот, выяснилось, что прошли публичные слушания, все как надо по закону. Ну, и на этих публичных слушаниях еще, скажем так, старые, как бы, руководители этого района передали все возможные полномочия, какие они могли передать, непосредственно компании Disney. Вот, ну, в результате назначенные Десантисом новые руководители этого района пришли и выяснили, что опачки, а, как бы, у вас-то полномочий особых нету. Ну, как говорится, да, а что вы хотели? Вы объявили войну, вы получили, как бы, ответку, естественно, они уже, я напомню, район этот должен огромную сумму денег и так, да, они теперь нанимают две сторонние адвокатские конторы, чтобы пытаться это оспаривать в судах. В общем, теперь вот этот вот район, лишенный, фактически, полномочий, будет еще воевать с Диснеем, как бы, теперь в судах. Ну, как говорится, удачи у Диснея тоже с адвокатами неплохо. Ну, и последняя на сегодня новость, я, честно говоря, когда прочитал, как бы, такие заголовки, да, подумал, господи, ну, совсем какое-то безумие, но оказалось, ну, не совсем безумие, хотя, конечно, тоже спорная ситуация в Теннесси. Значит, местный парламент, он, ну, под контролем республиканцев, прям под таким очень-очень серьезным, там огромное супербольшинство, вот, и это супербольшинство, по всей видимости, хочет выгнать трех, как бы, членов Платы представителей от демократов. С одной стороны, как бы, сразу первая реакция, ну, то есть, то, что, как это, да, одни из них выбраны народом, другие выбраны народом, какое вы, как бы, имеете право, да, как бы, подвергать сомнению выбор других людей. То есть, в принципе, сама такая практика, когда, как бы, равные, пусть и большинством выгоняют, как бы, равных, это, ну, своеобразная практика. Теперь, собственно, а почему они хотят их выгнать? Ну, как вы помните, в Теннесси произошло массовое убийство очередное, вот, ну, и после этого устроили антиоружейный протест товарищи демократы, и, значит, там, им сочувствующие, и устроили они его в Капитолии штата. И, в принципе, это легально, то есть, вот, как бы, как бы, по большому счету, прийти в Капитолий можно, вот, в Техасские Капитолии даже с оружием можно прийти. И, как бы, весь смысл того, как бы, власти, да, то, что она, как бы, действует публично, да, там, вот, есть балконы, да, в Капитолиях, чтобы люди могут прийти и смотреть, как власть решает те или иные вопросы. Протестовать в Капитолии, ну, я полагаю, тоже можно. Однако, опять же, да, если вас просят уйти, то, как бы, может быть, и стоит уйти, если вы нарушаете общественный порядок. В данном же случае общественный порядок, с точки зрения, как бы, других членов Палаты представителей штата Теннесси, нарушали непосредственно вот эти три конгрессмена, одна из них конгрессвумен, да, от демократической партии. Они, там, орали что-то в громкоговорителе и так далее, и так далее. И, как вы понимаете, что с точки зрения того устава, который есть в Конгрессе, да, например, использование громкоговорителя конгрессменам, оно, как бы, не очень сочетается, ну, вообще, с тем, как функционирует парламент, да, штата. Потому что, там, нужно попросить право голоса, допустим, да, и так далее, выступить с трибуны, там, какое-то ограниченное время. Фактически, как бы, что получается там? Никто не говорит, что они, там, совершили какие-то преступления или еще что-то, но они, как бы, очень нагло нарушали тот устав, который есть у Палаты представителей штата. Ну, и, соответственно, вот, их выгоняют не за то, что они, там, протестовали, а за то, что они злостно нарушали вот этот устав. Ну, в результате, как бы, да, понятно, что все равно история такая двоякая, можно к ней по-разному относиться, но, опять же, да, формально, я думаю, что она более, скажем так, легитимна, чем мне, допустим, показалось в первый момент. Вот, ну, на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok